Вот солнца нету, из-за этого всё время лампы включаю. Им не хватает тёплого взгляда весны, так говорит Мадина Апас. В своих всходах ежегодно выращивает по 100 саженцев. Несмотря на то, что сеет в одно и то же время, в этом году рассада хилая, не хватает солнца. Вместо него искусственное освещение. По сравнению с прошлым годом, этот год не так уж хорошо идёт, потому что весна не торопится. Переживают и агрономы в Буинском районе, а зимы больше, чем на двух тысячах гектарах. Аграрии выезжают на поля и подсчитывают количество всходов на квадратный метр и исследуют на содержание сахара. Для хороших показателей о зиме нужно сеять своевременно и после хороших предшественников. Проведённые исследования показали, что содержание сахаров всходов составляет 29-34%. Это хороший показатель. На календаре последние дни первого месяца весны, а на дворе всё ещё снеговики и сугробы по колено, которые таять всё ещё не собираются. Быстрее уже весну охота, ручейки, чтобы ребёнку полегче было одежду одеться. Хотим быстрее солнечные яркие дни. Мы знаем, что тепло у нас будет когда-то. Мы верим в это. Поэтому этой надеждой живём. Нет солнца, нет позитивных эмоций. Хотя всё зависит от образа жизни. Настроение, несмотря на погоду, нужно создавать самим, говорят психологи. Весной всё-таки более активно. Всё оживает, просыпается, люди начинают планы строить. Тут лето не за горами. Конечно, заниматься спортом. Более активно надо в социуме быть, среди людей. Кому-то любви не хватает, кому-то красок, улыбок. Пессимизма добавляют и синоптики в ближайшие выходные морозно, ночью до 17 градусов мороза. Каких-то кардинальных перемен, но устойчивый переход к весенним процессам пока до конца этого месяца и в начале следующего месяца ожидать не следует. Не слыхали? Весна нынче будет? Нет? Не будет. Никогда не будет. Последний раз такая снежная весна была 50 лет назад. Но зимняя сказка всё-таки должна завершиться. Холодный март уступит место тёплому апрелю. Алина Мусина, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань, Буинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова